Всем привет, ребят, с вами Настя, и если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, и всем приятного просмотра! Сегодня я хочу поговорить с вами на такую, одну из важных тем, но которая, по крайней мере, важна для девушек. Это ее волосы. Как мы знаем, волосы это украшение любой девушки, и ухоженный, здоровый вид волос будет придавать только еще больше красоты. Многие знают, что главное не длина, а качество волос. Сегодня я хочу вам рассказать и дать несколько советов, как отраслить быстро длинные волосы, но при этом, чтобы они оставались здоровыми. Мне также задают много вопросов за тем, как я охаживаю за своими волосами, какие маски я использую, и каким образом я сушу свои волосы. Сегодня я отвечу на все ваши вопросы и дам вам совет. Первый часто задаваемый вопрос это Настя, как ты делаешь маски и какими масками ты пользуешься? Я в основном пользуюсь домашними масками, я их делаю самостоятельно, так как они не вредны для здоровья волос. Я очень люблю горчичную маску и яичную маску. Они стимулируют рост волос и прилив крови к голове, и то есть благодаря этому волосы начинают расти быстрее. Также я пользуюсь кондиционерами и бальзамами, но наносить их нужно только вот отсюда, потому что те, кто наносят от корней, потом часто жалуются на то, что у них быстро шернится голова, волосы, у волос нет объема. Это все из-за того, что маску вы наносите на корни волос. Этого делать ни в коем случае нельзя. Я наношу маску, начиная от уха и распределяя до самого конца. Держу 5 минут и смываю под проточной теплой водой, но ни в коем случае не горячей. Также полезно и нужно употреблять в свой рацион витамины, то есть можно употреблять омега-3 или же какие-то специальные витамины для волос. Они вам никак не повредят, а только пойдут на пользу. А теперь я вам расскажу про 8 способов, как отрасить длинные здоровые волосы. Все мы знаем, что волосы растут за месяц на 1-2 см, но как же ускорить этот процесс в 2, а то и в 3 раза? Давайте разберемся. И первый, самый главный из пунктов это питание. Главный строительный элемент и ускоритель белка для волос это белок. Добавьте в свой ежедневный рацион яйца, рыбу, молочные и мясные продукты. А еще наши волосы очень любят цинк. Помимо тыквенных семечек и говядины, большое количество цинка находится в черном шоколаде. Очень важно пить по традиции не менее 1,5 литра воды в день. Второй пункт это средства по уходу. Не введитесь на рекламу, не покупайте средства для волос, допустим, как у вашей подруги или кто-то вам советует. Подбирая себе средства для ухода волос, исходите из типа кожи вашей головы. Чтобы не утяжелять волосы, отдавайте предпочтение шампуням без силиконов. Третий пункт это легендарная домашняя маска. И как я говорила, я пользуюсь этой маской, это одна из самых знаменитых масок, называется горчичная. Нужно взять 2 столовые ложки горчицы, 1 желток, 2-3 столовые ложки оливкового масла и чайную ложку сахара. Все это заливаем горячей водой и размешиваем до однородной массы. Наносить маску нужно только на корни волос, никак не затрагивая кончики, а кончики при этом смазать маслом. Держать эту маску на голове нужно как минимум 15 минут, даже если у вас будет сильно она печь, 15 минут продержите обязательно, ничего вредного от этого не будет. Смойте маску шампунем и сушите волосы без фена. А эффект уже от этой маски будет виден через пару недель. Четвертый пункт это стрижка. Обрезайте кончики волос не реже, чем каждые 3 месяца. Пятый пункт это салон. Чтобы улучшить состояние волос и ускорить их рост, салоны красоты предлагают все возможные методики для этого всего. Шестой пункт это перхоть. Иногда правильно ответить для себя на вопрос, как отрастить длинные волосы, и всему этому мешает перхоть. Мой пункт это массаж. Регулярный массаж головы это нежный способ отрастить волосы, а заодно избавиться от общего стрессового состояния. Просто каждый вечер перед сном, сидя на кровати, возьмите расческу с натурального дерева, либо же просто подушками пальцев начинайте массировать кожу головы на протяжении 15 минут. Это очень полезная процедура для волос. И восьмой пункт это расчески. Называется секрет расчески Рапунцеля. Волосы нужно тщательно расчесывать 1-2 раза утром и такое же количество вечером, при этом стимулируя работу капилляров. Желательно выбирать щетки из натуральной щетины. Чтобы стимулировать рост волос, можно себе подобрать специальную массажную расческу. И помните, что у каждой расчески есть свой срок годности, который указан на упаковке. Я сама этого не знала, но оказывается это так. Для натуральных расчесок, к примеру, самая оптимальная срок годности это 6 месяцев. И на сегодня это все. Если вам что-то интересно, задавайте вопросы в комментарии, я буду на них обязательно отвечать. Всем спасибо за просмотр, ставьте свои пальцы вверх. И всем до скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!